В Ярославле вынесен приговор по громкому коррупционному делу. Отстраненный градоначальник Евгений Урлашов получил 12,5 лет колонии строгого режима за получение миллионных взяток. Вместе с шефом на скамье подсудимых оказались его помощник и заместитель. Правда, вину последнего суд посчитал недоказанной. Андрей Кузнецов продолжит тему. Разглашение приговора бывшего мэра Ярославля продолжалось три дня. При этом зал Кировского суда, где слушалось это громкое дело, не смог вместить всех желающих. Поэтому последние три заседания прошли в областном суде. Гособвинение требовало для Евгения Урлашова 15 лет колонии строгого режима и штраф 500 миллионов рублей. Но суд решил иначе. Окончательно к отбытию определить Урлашову и Евгению Роберту еще наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 60 миллионов рублей. Для отбывания наказания Урлашова направить в исправительную колонию строгого режима. На скамье подсудимых, кроме Урлашова, бывший заместитель главы города Дмитрий Донсков и помощник мэра Алексей Лопатин. Все они, по мнению следствия, вымогали взятки у местных предпринимателей. Чиновников Ярославской мэрии задержали три года назад. Как следует из материалов дела, руководил криминальной схемой лично глава города. На кадрах, снятых в одном из ярославских кафе, видно, как Евгению Урлашову передают сверток, который он спешно прячет в портфель. Позже выяснилось, в газету были завернуты 500 тысяч рублей. Это была только часть взятки, которую Урлашов получил за посредничество в решении вопросов, связанных с продажей муниципального имущества. Суд установил, что деньги мэр брал в кафе, в автомобиле и прямо в рабочем кабинете. В один из дней в период с 22 по 27 марта 2013 года 2 миллиона рублей. В период с 25 по 30 апреля 2013 года еще 2 миллиона рублей. Денежные средства передавали в служебном кабинете Урлашова. Еще 14 миллионов Урлашов с помощниками вымогали у директора одного из городских коммунальных предприятий. Речь шла о контракте на зимнюю уборку улиц. И мэр требовал 6% от суммы договора. Именно при расследовании этого дела и задержали ярославских чиновников. Причем один из фигурантов, бывший директор агентства муниципального заказа города Максим Пайкаланин, еще на этапе расследования признал свою вину и был осужден на 5 лет. Остальные до последнего утверждали, что невиновны. Согласно приговору, кроме основного наказания Урлашову придется выплатить 60 миллионов рублей штрафа. Его помощника, который, по мнению гособвинения, также участвовал в вымогательстве, приговорили к 7 годам лишения свободы. И представители прокуратуры и адвокаты подсудимых уже заявили, что не согласны с решением суда. Ну, несколько разошлись в цифрах, что касается размеров наказаний. Несколько разошлись в видах наказаний. Суд не применил дополнительные наказания в виде лишения права занимать определенные должности. Ну, я полагаю, что мы вот этот диссонанс еще оценим. В рамках того периода, который нам отпущен для апелляционного представления, примем решение. Не обоснованное и несправедливое решение. Мы тоже верим в наше правосудие, но при этом считаем, что Россия является членом сайта Европы. И данный приговор имеет все основания для того, чтобы впоследствии быть обжалован в Европейский суд. Адвокаты бывшего мэра и его помощника уже подали апелляционную жалобу на приговор. Представители гособвинения, в свою очередь, намерены обжаловать вердикт в отношении третьего подсудимого, бывшего заместителя мэра Дмитрия Донского. Суд решил, что доказательств его вины в деле о взятках недостаточно. Андрей Кузнецов, Алексей Исаев, Илья Коротков, Первый канал, Ярославль.